Добавлю буквально одно слово к докладу Галины. Мы использовали лет 7 тест геометрический человек. Вот если кому интересно, можете найти его в интернете. Там методика разрабатывалась еще в начале СССР, и она очень хорошо проработана как раз по поиску напряженности в теле. Ее можно использовать и для до-после. Вот, было так, поработали, смотрите, что изменилось. Но я сегодня про другое. Если до меня коллеги рассказывали про то, что они делали, как они делали, то я поговорю про огранку, про то, куда все ваши качества, как терапевтов, как психологов, как остеопатов, могут быть вложены, и где есть слабое звено. Слабое звено – это наша с вами коммуникация с пациентом. Как только стало больше остеопатии, цена у нас высокая, согласитесь, стало больше претензий. Люди к нам приходят часто больные, люди измененные, часто от нас ждут каких-то чудес или каких-то больших изменений, и иногда их не получают. И у нас есть риск с ними немножко поконфликтовать. Профилактикой этого является правильно выстроенная коммуникация на основе определенных технологий современных. Коммуникация родилась из теории общения. Общение – это потребность человека, не общаться мы не можем. Как я определяю без малого, русские люди едут в лифте или нет. Когда ты у вас заходишь, говоришь «Здравствуйте», и они молчат. Точно, это наши. Если они улыбаются и что-то шепелештят, то это не русские. Значит, игнор – это тоже общение. Поэтому, как бы то ни было, у нас большая потребность общаться. Общение – это огнем информации, чувствами, действиями. И даже если врач из стаупат молчит, он все равно общается. Он общается через звуки, у него есть коммуникация. Что же такое коммуникация? В современной теории это все-таки уже осознанное общение. В коммуникации хотя бы у одного из участников есть цель. То есть он не просто говорит про природу, погоду и так далее. У него есть какая-то цель, он отслеживает обратную связь. И в паре врач-пациент коммуникатором, конечно, должен являться врач. Потому что он профессионал. Если в результате нашего общения, лечения, что-то у нас не получилось, на нас хоса смотрят, понимают, недоумевают – это ошибка наша. Это не пациент у нас такой ненормальный, злой, там еще какой-то. Я буду пользоваться планом, потому что завтра мастер-класс, и они у меня с этим путаются чуть-чуть. Так, если исторически коммуникация начиналась с однонаправленного движения, то есть кто, что, кому и каким образом доносит, то сегодня она дошла, конечно, до обмена. Это обмен. И несмотря на то, что в кабинете главный все-таки врач, и он ведет всю эту канву, все равно это обмен с нашим пациентом. И хорошая коммуникативная среда, где всем все прозрачно, понятно, все получают то, что они хотели, она ведет, конечно, к хорошим терапевтическим эффектам. Если вы даже суперспециалист, суперврач, но почему-то пошел разлад, почему-то какая-то проскочила трещина, даже если вы все сделали правильно, человек уйдет неудовлетворенным, он не получит, возможно, того эффекта, который мог бы получить только из-за одного, потому что мы не выстроили эту коммуникацию. Я считаю, что это неправильно абсолютно. Тем более, что большинство из нас работает, как если он стал оплатом, то он работает в коммерческой структуре. И что позволительно в поликлинике иногда, вас много, я одна, то, конечно, в коммерческой медицине это невозможно. Так, идем дальше. Какие причины неудачной коммуникации врач-пациент? Врач может не коммуницировать. Он вообще это презирает. Ему достаточно того, что он хорошо лечит, он говорит, я об этом не разбираюсь, я вот буду как хочу, как всегда работал. Он на таких старых рельсах каких-то едет. Той модели, которая была у нас в СССР, патерналистическая модель, патерн-отец, то есть где врач такой, знайка, и у него есть такой недотепа пациент, который ничего не знает, ничего не понимает. Это время прошло, и законодательно, с правой точки зрения, у пациента очень много прав. И интернет у нас теперь есть. Теперь в плане информации некий пациент, он еще побогаче будет, чем специалист. Но иногда пациент ошибается. Он что-то перепутал. Как мне сказала одна женщина, лечите ли вы спинной мозг? Я говорю, ну а в каком контексте? Она сказала, у меня сильно изменилась картина крови. Я говорю, в чем связь? Она говорит, ну что, посмотрела на меня как на идиота. Вы что, не знаете, что спинной мозг вырабатывает клетки крови? Я говорю, ну вы ошиблись, с красным костным. Но такое может быть, уверенность у них очень большая. Так, врач, следующая причина, врач может не выяснять причину обращения. Нам кажется, что мы понимаем, зачем он пришел, человек избавится от боли, или еще зачем-то. Но на самом деле он приходит за другим. Получить больше внимания, получить консультацию, подтвердить свое мнение, или опровергнуть мнение другого человека, просто время провести, его жена записала, и так далее. Это нужно выяснять. Следующая причина. Врач никак не исследует, и не изучает, и не использует особенности мышления пациента. Он их всех считает примерно одинаковыми. Хотя люди абсолютно разные. У всех свое умышление, свои убеждения, свой опыт. И не учитывая это, он может попасть, врач может попасть в конфликт. Далее. Врач реактивно слишком отвечает на конфликт, на провокацию. Иногда пациенты так делают. Они там могут что-то оскорбительное сказать, или показать, недооценить врача, и он может также как-то реактивно среагировать, и это будет конфликтом. Либо сам врач использует конфликтогены, так называемые. Это слова или действия, которые у человека вызывают чувство злости, противодействия, противоборства. Далее. Последние такие части уже. Врач может находиться в нересурсном состоянии. Он может быть усталым, он может быть никаким. У него сегодня уже, не знаю, сотый пациент. У него дома какие-то проблемы. Он сам заморочен чем-то другим. Как психически, так и физически. То есть он не выстроен, не нейтрален. У него, его самого раздирает. Он устал. Ничего хорошего из этого не получится. Все эти вопросы мы завтра более детально сможем настроить на мастер-классе. Спасибо. Благодарю вас, уважаемый Алексей Александрович. Один только вопрос, коллеги. Пожалуйста. У кого есть вопрос? Когда нет вопросов, значит все ясно. Коллеги, вот следующий доклад, он здесь ничем образом... Продолжение следует...